Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у меня для вас пустые баночки за лето. Я хорошо так расхламилась, поэтому освободилась с места для чего-то на осень. Будет очень много моих любимцев достойной косметики, один полный провал. Оставайтесь со мной, будет интересно. И поехали! И начинаем мы с декоративной косметики. У меня закончилось достаточно много средств для губ, а поэтому вначале поговорим о них. Вот это два роскошных средства. Первое из более дорогого сегмента, это то, что я 100% куплю повторно масло для губ от бренда Dior. Оно у меня было в оттенке 15, и посмотрите, я не доставала ограничитель, можно использовать прямо до последней капли. И оно настолько приятное для меня, это как средство нового поколения. Кстати, если вам нравятся какие-то масла для губ в форме блесков, посоветуйте мне, пожалуйста, я бы тоже открыла что-то новое для себя. Во-первых, здесь очень классный аппликатор, он такой большой, мягкий, он действительно отличается от многих других. А во-вторых, это не просто такое, знаете, жирное масло, которое бесконтрольно растекается по губам. Нет, это как блеск с добавлением масел, то есть вот эта штука хорошо ухаживает за губами, плюс придает им такой легкий-легкий оттенок, если вы выберете цвет поярче. И также очень красивый блеск сам по себе, такой влажный, то есть губы выглядят и ухоженными, и такими сочными, более пухлыми. И обожаю, обожаю, и хочется взять такой какой-то яркий, возможно, 12-й, возможно, повторю именно этот оттенок. Но, в общем, я его нахваливала, и не зря я до сих пор остаюсь того же мнения. Второе масло для губ от бренда NYX, так называемый Fat Oil, и у меня оттенок супермодель, такой барби розовый, здесь осталось буквально на несколько раз, но я думаю, пусть будет в этом обзоре, чтобы оно потом долго не ждало своего часа. Это тоже блеск с добавлением масел, тоже хорошо ухаживает за губами, очень красиво смотрится и с карандашом, и без, и вообще вот такого плана средства у меня сейчас всегда где-то под рукой, когда хочется чем-то накраситься, как-то увлажнить губы или восстановить их после матовой помады, ну вообще, знаете, палочка-выручалочка. Я видела, что у NYX есть много разных оттенков вот этих масел для губ, и, возможно, я даже возьму шоколадный, если смогу его приобрести, потому что они очень часто распроданы. Если сравнивать с маслом от Dior, то мне кажется, что чуть более, как бы такое вязкое, но не в плохом смысле этого слова, масло от NYX. Оба люблю, и не заставляйте меня выбирать, какой из них мне нравится больше. Очередных два блеска, показываю их вместе, они очень похожи на губах, и учитывая то, какие сейчас цены на Maybelline, мне кажется, даже более выгодно взять вот этот от Eveline. Оба они в молочном оттенке, в стиле Lip Maximizer от Dior. Конечно, Eveline больше так как бы покалывает губы, и это проходит через какое-то время. В руках у меня оттенок номер один, но там есть шоколадный, кстати, классный, и еще какой-то с чили. Они у меня были так много раз, и говоря о Maybelline, тоже могу сказать, что он неплохой, он красиво смотрится, увлажняют они практически одинаково, и просто выбирайте такое, как нравится вам, если вы любите полупрозрачные средства, которые не так сильно сияют, как, например, современные масла для губ. Это, как мне кажется, определенный тренд, и наверняка многие бренды сейчас будут выпускать нечто подобное. Консилер под глаза. Он у меня закончился, и я решила, насколько можно об одном и том же, начала приобретать другие Benefit, и в Saint Laurent, и еще что-то из люксового сегмента. В итоге вроде бы неплохо, но не то чтобы вау, и не то же самое, что это. Этот мне нравится больше. В итоге я сейчас пользуюсь консилером от E.L.F., но зато он подходит мне по оттенку, и надо сказать, что они очень друг на друга похожи с вот этим. Но если вы предпочитаете люкс и любите бренд Lancome, или ищите консилер под глаза, в принципе, для каждого типа кожи, даже не столько типа, сколько возраста. Потому что, когда ты молодая, у тебя нет никаких даже мимических морщинок особо, и тем более возрастных, то тебе без разницы, чем масса, хоть Tarte Shape Tape на шпаклюй. А когда ты становишься старше, то при улыбке где-то может здесь что-то собираться, где-то уже в уголке глаза, и хочется больше уходовых каких-то свойств, этот консилер дает среднюю плотность покрытия, он увлажняет, он очень приятный, просто растушевывается или пальчиком, или спонжем. Мне так нравится больше всего. И также, если распределять кистью, то у меня консилер, скорее всего, будет заваливаться в те морщинки, о которых я до сих пор не знала. Ну, в общем, консилер держится хорошо, если его припудрить пудрой, которая вам подходит для этих целей. У меня или Сенсай, или Хеан бюджетная именно под глаза, прозрачная в небольшом количестве. И тогда я могу вообще ходить, хоть зимой, хоть летом он останется на месте. Мне это средство для маскировки каких-то несовершенств на лице не совсем подходит, потому что мне не хватает пигментации. Ну, а под глаза можно нанести чуть-чуть или побольше. В любом случае, я всегда была довольна. И он очень хороший, правда. Написано, что он и для всего лица, но если у вас пигментные пятна или посттактные, скорее всего, он с ними не справится. А вот под глаза – роскошный. Для маскировки несовершенств это несменно корректор от бренда Pupa. Мне хватает его плотности покрытия для того, чтобы замаскировать какие-то постакне или активное воспаление, когда не хочется ходить со звездой во лбу, но вот надо выглядеть как с обложки. Тогда я наношу его слоем поплотнее, растушевываю пальцем или спонжем, и все чудесно держится в течение дня и не просвечивается. Если не хватает покрытия, можно добавить. То есть средство подсыхает, и вы еще раз одним слоем. И вот он как-то, знаете, здорово дружит с кожей, то есть он не выглядит отдельным слоем. И да, были пару раз ситуации, когда было жарко, и я что-то там себе надавила, и не хочется ходить с красным пятном. И тогда я могу чуть-чуть замаскировать. И проверено, девочки, даже в жару у меня это держится. Я покупаю его на Allegro, потому что там самая выгодная цена. Но если найдете где-то по акции, то вы буквально вытащили лотерейный билет. И, конечно же, у меня есть точно такой же. Я не ждала какого-то повода, чтобы купить. Он обязательно должен у меня быть, потому что разное может произойти с лицом. Я обязана вам показать этот карандаш для губ сейчас, потому что когда он действительно закончится, я, скорее всего, выброшу его. И очень часто спрашиваете, что у меня на губах. Зачастую, девочки, это карандаш от бренда Pupa в оттенке 004. С чем-то еще. Он настолько универсальный, не светлый. Но вот именно такой, знаете, который и подчеркивает контур, и на все губы можно нанести. И цвет здесь такой, что здорово сочетается с какими-то лиловыми, розоватыми помадами, нюдовыми, с блесками, с маслами для губ, с чем угодно. И за это я его люблю. И плюс он еще очень-очень стойкий. Это такой лилово-коричневый, я бы сказала, нюд. Все раньше ходили с ним. И не знаю, как кто, я продолжаю им пользоваться, потому что цвет суперпигментация, стойкость. Ну вот все в нем абсолютно восхитительно. И так как я сказала, под любую помаду, чем не накрасься там после него, всегда все окей, и при этом я могу вообще не переживать, что там с моим макияжем губ в течение дня. Разве что только мне нужны прям светлые губы, такой супернатуральный нюд, тогда я выберу что-то другое. Во всех остальных случаях я беру его. Со второй стороны здесь еще была губка, которой я иногда растушевывала контур, но она не выдерживает такого количества использований. Со временем может отвалиться. И несмотря на то, что пупа сейчас стала дорогой, ну у нас во всяком случае карандаш длинный, и его надолго хватает. Карандаш для бровей тоже вот такая малютка. Это бренд Поэзо. У меня есть новый, и опять же показываю вам по той же причине, что и карандаш для губ, потому что потом загремит в мусорку. Карандаш пудровый, у них очень красивые оттенки. Есть такой универсальный тауповый, а у меня именно с правильной оливковой ноткой, и он не темный. Если вы такая полупрозрачная, теплая блондинка, если вам нравятся брови потеплее и с оливковым подтоном, то Поэзо в оттенке Honey Blonde это нечто, это то, чего у меня не хватает, чего я вообще не вижу в других брендах. У карандаша очень хорошая пигментация, и он наносится не как карандаш штрихами, а именно как пудра для бровей, поэтому выглядит максимально натурально. Несмотря на то, что это такой, казалось бы, светлый оттенок, все равно он заполняет пробелы. Со второй стороны щеточка, и очень удобно. Можно хоть заново нарисовать себе брови, растушевать, и это будет смотреться гармонично. И даже когда я загораю так, как сейчас, но сегодня у меня чуть темнее брови, чем обычно, так случайно получилось. Но вообще, он как-то, знаете, подходит мне и тогда, когда я загорела, и совсем бледная. Это просто мой безупречный цвет. Honey Blonde и какой-то Soft Brown или Ash Brown. Ну, следующий на очереди в цветовой линейке. Он универсальный. Я обязательно напишу вам в инфобоксе. Следующий консилер под глаза. Вот если вы меня спросите, какие люксовые консилеры мне нравятся, это будет один из них, линейка Luminous Silk. И мой оттенок с легким желтым подтоном, он ни в коем случае не оранжевый, просто именно такой цвет хорошо корректирует мои синяки под глазами. И это оттенок 4. Он легкий, он дает, опять же, среднее покрытие. Это не тот консилер, который зафиксируется под глазами. Желательно добавить пудру, и он еще и со светоотражающими свойствами. То есть, ты как бы делаешь меньше покрытия, но благодаря его вот именно формуле кажется, что твои синяки менее заметны. И это очень редко встречается в консилерах. Зачастую все такое светоотражающее. Не совсем про меня, потому что это наоборот подчеркивает мои впадины под глазами. Но этот консилер очень хорошо работает с моими синячками. Я не помню, наверное, раза два его покупала. И когда у нас будут скидки, не исключено, что я сделаю это повторно. Он хорош для возрастной кожи, для молодой. Если у вас сильные синячки, то можно добавить больше или совсем чуть-чуть для свежести такого образа. Ну, в общем-то, это чудесный консилер. И вот то, что уже очень сложно набирается, потому что пудра осталась по краям. Это пудра от Dior. Их линейка Backstage. У меня оттенок 4N, 4 Neutral. Это как запеченная пудра. И она у меня есть в натуральном оттенке цвета моей кожи. И вот в таком потемнее. Я использую эту пудру в оттенке 4N в качестве бронзера. И это очень красивый оттенок. И формула мне нравится, потому что это не совсем, вот знаете, пудровое средство. Оно как вуальное, очень малозаметное на лице. И пудра с одной стороны подсвечивает, а с другой, вот, например, в таком оттенке посветлее, она еще придает сатиновый финиш. То есть это не совсем матовый, как они говорят. Скорее это сатин. Но бронзер выглядит супер естественно. И незаметно, что я там несколько слоев на себя нанесла. Оттенок очень красивый. Мне нравится, когда я слегка подзагораю. Потому что я потом и по всему лицу могу пройтись. И чуть больше наслоить в области щек, там улыбая, чтобы придать еще больше какого-то рельефа, загара. И сейчас вот, когда она осталась по краям, ее очень сложно набрать на кисточку. На так долго хватает, что я уже думаю, ну вот сейчас она уже совсем закончится. Вот сейчас уже точно. Но нет, нет, нет и нет. Но большой кисточкой сложно равномерно набрать. А так, я не знаю, сейчас буду искать для себя какой-то бронзер. Но, вот знаете, пользовалась с большим удовольствием. Конечно же, очередная упаковка бибикрема, который я показываю максимально часто. И в нанесении вообще при упоминании чего-то, что я действительно обожаю, это бибикрем от бренда Пупа. Я вообще обычно разрезаю упаковку, еще достаю то, что есть на стенках. Сейчас вот для видео только оставила, но сделаю это. У меня оттенок 0,1. Я уже как попугай, потому что, если вы смотрите мои видео регулярно, то знаете, что мне не хватает оттенков. То есть, хотелось бы, чтобы были еще посветлее, потому что один мне подходит окей. Может зимой, если не пользуюсь автозагаром, то чуть-чуть темноват. То есть, девочки белоснежки, к сожалению, оттенка для вас не будет. Если у вас средний оттенок, то тогда 0,1 влюбит в вас себя. Если любите влажный финиш, он дает достаточное покрытие на каждый день. Хотя и видео я с ним снимала, ну, большая часть моих роликов или влогов. Если я накрашена, то, скорее всего, я с ним. Потому что он настолько универсальный, он всегда хорошо распределяется. И даже если он стирается, то он делает это настолько равномерно. Я могу пальцем дораспределить, дорастереть. То есть, он не фиксируется, он не схватывается на месте. Он пластичный, но при этом он не передвигается по лицу бесконтрольно. И еще и SPF 30. Но для меня это один из таких вариантов, когда я нанесу его, это точно будет красиво. И у меня будет настолько свежее лицо, как будто даже выглядящее моложе, чем со многими другими тональными кремами, BB кремами. Это вот если взять... Нет, не буду этого говорить, потому что все-таки они разные. Но он дает хорошее увлажнение, покрытие, стойкость. Поэтому хочется купить четвертую упаковку. Три уже использовала. Мне кажется, что это о многом говорит. При том, что я пробую достаточно количества всего. И столько разного на рынке. И когда ты находишь вот прям свое средство, тебе тяжело от него отлипнуть. Ну, у меня так во всяком случае. Не хочется уже, знаете, переходить на что-то, где есть хоть какие-то, хоть малейшее но. Или это цена, или это еще что-то. Да, это вот все то, что я люблю. Правда. Увлажняющая база под макияж от Armani. Это Luminous Silk. Она такая чуть-чуть розовая, но она не дает оттенка как такового. Это скорее именно увлажнение. И раньше я не совсем понимала, зачем нужны увлажняющие базы. Если как бы уход у меня направлен и на увлажнение, и в частности, я таким образом готовлю кожу для макияжа, под макияж. И потом я купила эту базу и использовала ее в сочетании с тональным Luminous Silk. И это было такое дуо, от которого у меня кожа была просто как отполированная. Она сияла вот и на видеосъемке, и в реальной жизни. Это выглядело так роскошно. И особенно мне нравилась эта база в холодное время года, когда были какие-то более сухие участки, когда лицу в принципе не хватало увлажнения после каких-то процедур, после пилингов, после кислот или ретинола, когда выбираешь что-то помощнее. И есть участки, где кожа буквально шелушится. И каким тональным кремом ее не намажь, она всегда будет выглядеть как потрескавшаяся земля. Меня спасал этот праймер. Я думаю, что для визажистов это отменная история, потому что иногда ты встречаешься с клиентом первый раз, и хочется, чтобы тон лег хорошо, и при этом выглядел свежим таким в течение дня. Бывает так, что наносишь тональный крем, и кожа вытягивает влагу из него, а пигмент остается. И вот это уже не красиво. И потом, когда улыбаешься, все трескается где-то там в мимических морщинках. Ужас. Если у вас есть такая проблема, и если вы, в принципе, любите косметику, праймеры, то вот такой увлажняющий, это один из тех действий, которых я заметила и оценила. Туши для ресниц. Начнем с люксовой. Вот я люблю свежие туши, такие, знаете, как влажные. Те, которые быстро засыхают, они на моих ресницах перестают работать, потому что они ложатся комочками, сухие, я не могу прокрасить все ресницы, дойти до кончика. А когда наслаиваю, что я потом света белого не вижу, я люблю жидкие. И вот это тушит Benefit Roller Lash. Очень сложно произнести название, я не знаю, почему, как запинаюсь. И здесь силиконовая щеточка, такая изогнутая. И она очень здорово прокрашивает ресницы. Плюс она супер черная, она не осыпается, не размазывается, и ее она очень долго хватает. То есть это не сухая тушь. И в основном я покупаю ее в аэропорту, потому что там выгоднее всего. Иногда беру дуо, то есть сразу две. Вообще очень здорово. И при том, как долго я могу ею пользоваться, цена здесь оправдана. И эффект на ресницах, это такие крылья бабочки. Я вас уверяю, что не каждая тушь работает на моих ресницах. Особенно, когда они обновляются, так как сейчас, какие-то длиннее, какие-то короче. Полная вообще неразбериха, потому что тут длинная, тут вообще короткая палочка торчит. И поэтому я такая капризная. В плане туши. Тушь от Eveline Look Up So Black. У меня вообще их было несколько. И, честно говоря, я больше люблю похожую. В такой же упаковке, только это в виде бочоночка. А у них есть другая еще. Она у меня сейчас. Так вот та дает, как будто удлинение и разделение. А эта больше объема и тоже разделение. Здесь силиконовая щетка. Она напоминает мне чем-то женщину. То есть с таким изгибом. А у меня сейчас со щеткой в виде елочки. Обе силиконовые. Я не знаю, что можно добавить от тушек Eveline. Я покупаю их на регулярной основе. Если мне нужна тушь, то я, скорее всего, куплю Eveline. Потому что это недорого. Они у меня не размазываются. Я сейчас сижу. У нас 35 градусов. Я не знаю, как я не расплавилась, но я накрасилась. И для себя чуть-чуть, потому что соскучилась. И для видео. Но я блестю, но не расплываюсь. И еще одна тушь от Max Factor. Вот такая. Она там одна, фиолетовая. Она делает реснички легкими, разделенными, такими пушистиками. И еще разделяет, удлиняет. Но она как-то легче выглядит на глазах. И ей у меня получается быстро сделать такие натуральные ресницы. На каждый день. Мне нравится формула туши Max Factor. Они такие, как кремовые. И здесь щеточка в виде ложки. И вот она здорово прокрашивает корни ресниц и хорошо вытягивает их. Переходим к уходу. И сначала разберемся с волосами, потому что здесь у меня меньше всего банок. Полный кошмар. Шампунь от бренда Garnier линейка Fructis. Это шампунь, который придает волосам объем. Во всяком случае должен. И написано, что он обволакивает каждый волосок и удерживает объем. Я не знаю, на каких волосах это работает. Если вы этим пользуетесь, то напишите. Может, я чего-то не поняла. Может, он конкретно мне не подошел. Но в общем, история такова. Я помыла волосы на ночь этим средством. И утром проснулась, пошла на тренировку. И вот я обычно завязываю волосы. И я не могу понять, почему у меня настолько, как деревянные корни. А по всей длине волосы, как солома. Ну окей, пришла, перемываю волосы. А как он у меня оказался? У меня закончились все шампуни, мои любимые. И я просто в первом попавшемся в магазине купила что-то для объема. Я вообще выбираю что-то из категории подороже, потому что такие шампуни могут вызвать у меня проблемы с кожей головы. Но ситуация была безвыходной. В общем, я перемыла этим шампунем еще раз волосы. И все повторилось. Потом я еще раз помыла волосы. Уже вообще даже не в душе. И воспользовалась другим кондиционером. Я вообще не могла расчесать волосы. Я помню, что я помыла их четыре раза подряд. И мне пришлось перемывать еще два раза другим шампунем. Где-то там откопала какие-то миниатюры у себя в запасах. И только потом до меня дошло, что виной всему этот шампунь. И получается, когда я воспользовалась им несколько раз подряд, у меня вообще склеились все корни головы. И я не понимала, что происходит. Думаю, может гормональное. Может какие-то средства для прикорневого объема я использовала. Думаю, тоже раньше пользовалась. Такого не было. Потом я подумала, может у меня забились вот эти луковицы волос. А потом до меня дошло. Я прочитала, что обволакивает каждую волосинку. Думаю, спасибо. Короче, еле я его отмыла. Нет, это вообще не для меня. И я не стану использовать его до конца никаким образом. Потому что это что-то для меня непонятное. Я сейчас пользуюсь таким шампунем от Joyco, наверное, называется бренд. Это то ли профессиональный, то ли полупрофессиональный. Но, в общем, он не дешевый. И это для меня шампунь на каждый день по вашей рекомендации. Я купила себе литр и не отказываю себе в удовольствии. Но вот этот шампунь от бренда Vichy Derkos зеленый. Они там с разными этикетками, но именно зеленый для нормальных и жирных волос это то, что помогает мне не возвращаться к моему дерматиту, который в том числе и проступал на кожу головы. У меня очень сильно чесалась кожа головы. Я вам рассказывала просто миллион раз о том, что этот шампунь мне назначил дерматолог. И это просто отменная вещь для тех, у кого есть проблемы с зудом, с перхоти. У меня перхоти никогда не было. И не знаю, где бы постучаться, но я не возвращалась к своей проблеме, вот чтобы у меня прям чесалось что-то. Я думаю, что в частности благодаря и этому шампуню. Я им сейчас пользуюсь ну раз, две недели. Я наношу, прям так хорошо массирую область корней волос, оставляю на минутку и потом смываю. Не пользуюсь никакими мазями, никакими там препаратами из аптеки по рецепту, но года три или сколько, четыре уже прошло и вот пока что так. Ни разу не было такого ужаса, как когда-то. Маска-кондиционер для волос, которую я покупаю на iHerb. Она с оливковым маслом и авокадо. После нее волосы гладкие, послушные, они хорошо расчесываются и блестят. Надолго хватает, можно носить в качестве маски, но я чаще всего использую как кондиционер. Так долго я ее пользовалась и надо приобрести у нее хорошая цена и очень приятный аромат. Сейчас с моими волосами что-то нетипичное, потому что они вьются и я их не укладывала сегодня так жарко, что я как посмотрела на фен, думаю, нет, я этого не вынесу и если их не вытягивать, хотя бы фен щеткой или дайсоном как-то не укладывать, у них сейчас вот такая непонятная структура, нетипичная для меня, потому что у меня всю жизнь были очень ровные прямые волосы, а сейчас они начали так немножко завиваться. Ну, так, для разнообразия почему бы и нет. Мне кажется, в каком-то плане даже мило. Уход за лицом. Это я уже купила повторно, могу смело рекомендовать, вы его быстро не раскупите. Это такой хит. Очень многие сейчас говорят о SPF для лица от бренда Beauty of Chison. Я сама вам все уши о нем прожужжала и поверьте мне, что я не знаю ни одного блогера, кто это бы рекламировал. То есть, наверное, по большей части, вот и я в том числе, от души советую, потому что это очень классный легкий SPF 50, PA H4+, плюс здесь, плюс-плюс, рисовое что-то, по-моему, экстракт рисовый, пробиотики, и этот SPF, он очень легкий, он увлажняющий, он не ощущается на лице, он не забывает поры, не вызывает у меня прыщей, и он не оставляет вот этого белого налета. У меня сейчас настолько светлее лицо и шея, по сравнению с остальным телом, я уже намазалась самым темным тональным кремом после моря. Я, конечно, сейчас выгляжу очень интересно, потому что даже если я его, например, не обновила, забыла, не знаю, не хотелось, еще что-то, у меня все равно лицо не загорало и никогда не сгорало там, где был вот этот SPF. Он приятно ощущается на лице и ну, для меня здесь нет никакого запаха вообще и знаете, когда было очень жарко, например, там в отпуске или сейчас, вот лето у нас продолжается, к счастью, я не могу насладиться после 15 градусов в августе, пусть будет 35, я готова вынести все, что угодно и вот знаете, когда такая жара, я иногда наношу тоник увлажняющий и потом SPF, я даже не пользуюсь увлажняющим кремом и моему лицу, склонному к сухости, достаточно увлажнения, поэтому даже без каких-то сывороток, без чего-то такого, вот это абсолютный мой хит и находка, блогеры не врут, он действительно сейчас для меня номер один, я покупаю его на iHerb, потому что сейчас много где задирают на него цену, а он там мне обходится 80 злотых, при том, что долго им пользовалась, сейчас купила вторую упаковку, там действительно самая приятная цена, и когда приобретаю там что-то, я не плачу налоги, он как бы включен, НДС вот этот, да, он включен уже в стоимость, просто получаю посылку, никаких оплат, там растаможки нет, аж три тоника, вот таких базовых, универсальных, один из них практически, вот знаете, на подходе, на пару раз осталось, но опять же покажу сейчас, это просто базовое увлажнение, пикси молочный тоник, ничего фееричного он не вытворяет на нашей коже, но это хорошее такое стартовое увлажнение, как проводник для последующих этапов, приятно удивлена тоником от Mariba Desk, он дает даже чуть больше увлажнения, чем предыдущий, приятно пахнет, и хороший распылитель, насколько я помню, здесь еще классный состав, и он такой универсальный тоже для всех типов кожи, вот этот вот пикси с цикой и гиалуроновым комплексом, тоже дает чуть больше увлажнения, чем молочный тоник, и здесь распылитель, я заметила, что этот тоник как будто успокаивает кожу лучше, там после загара особенно это было заметно, или же, ну хотя я не обгорала в этом году, или же, например, если я что-то там наковыряла, потом нанесла этот тоник, краснота быстрее проходит, этот крем я когда-то дарила маме, и она оставила мне буквально на дне, попробовать я ее попросила, это бренд Carres, линейка с греческим йогуртом, у них есть несколько версий, я бы с удовольствием приобрела такую более питательную, это был гелевый крем, и он очень приятный, у него такая легкая отдушка, и при том, что это такая полугелевая текстура, скорее так, чем просто гель, он хорошо питал кожу, а у них есть еще такой крем-крем, и также мне хочется попробовать маску для лица из этой же линейки, все они содержат пробиотики, и это то, что отменно как-то сказывается на состоянии моей кожи, помогает восстановить защитный барьер, который я периодически травмирую то какими-то активными сыворотками, то я сделаю какой-то пилинг, ну и конечно, когда используешь ретинол или кислоты на постоянной основе, то над защитным барьером нужно работать, очень классная, питательная, такая заживляющая, восстанавливающая маска от бренда антиподис, она была у меня дважды с медом манука, она кремовая и она тоже хорошо убирала покраснение, шелушение и здесь очень хороший чистый состав, такой натуральный аромат и вот она стоит каждой своей копейки, не могу сказать, что другие маски не работают по такому же принципу, то есть аналогов нет, но вот знаете, есть средства, на которые ты тратишься, тебе как бы не жалко, используешь с приогромным удовольствием, ты видишь результат и вообще и эстетическая составляющая под натуральный такой дизайн, все в ней хорошо, бренд интересный, мой любимый ретинол сыворотка от Art Naturals, я себе купила точно такую же, это скажем так, ретинол для новичков, для постоянного использования, я никогда не получала ожогов, используя эту сыворотку и ее цена очень привлекательная, я покупаю на iHerb, можно заказать на Амазоне, но там доставка стоит больше, чем сама банка, поэтому я приобретаю там, где еще представлен этот бренд, я не знаю, но ретинол это мой любимый компонент, он заставляет мою кожу сиять, он способствует обновлению, также какие-то мимические морщинки сглаживаются, меньше завиваются поры, меньше прыщей, если я надавила, то все это быстрее заживает, и в целом кожа такая, ну, я не могу сказать, что вот прям моложе, нет, потому что это можно говорить при более таких явных признаках старения, да, но точно свежее, когда использую ретинол, а иногда смотришь, ты просто серый в отражении зеркала, с ретинолом больше вот этого здорового glow, говоря о glow, у меня закончился крем от Sunday Riley, их линейка с витамином С, я подробно рассказывала о ней, и это гелевая версия, и я фанатела от нее, прям до конца вылизала все, и это хороший праймер под макияж, потому что крем имеет такой желтоватый оттенок, но так как сияет лицо с вот этим совсем, но ни одним кремом просто такого не добьешься, да, это пришлось бы мне вообще там как-то утюгом наверное отполировать свое лицо, чтобы аж настолько светилось, и любой макияж наносился хорошо на этот крем, он не вызывал у меня каких-то проблем, и при этом еще и дает очень качественное увлажнение, а на зиму я советую взять, если хотите от Sunday Riley обычный такой оранжевый кремушек тоже с витамином С, он еще выравнивает оттенок кожи благодаря витамину С, и тоже такое антивозрастное превентивное действие при долгосрочном использовании, то есть это скорее как работа на будущее, у меня закончился мой любимый крем от опал и я очень скучала по нему, это та штучка, которую я настоятельно рекомендую купить на зиму, особенно если у вас нарушен защитный барьер, если у вас есть шелушение, о нем я рассказывала подробно в чем особенности этого крема, и что значит MLE крем, это крем на ламеллярной основе, можете посмотреть мое видео о домашнем уходе, которое я выпускала то ли весной, то ли летом, я купила себе точно такой же, я становлюсь немножечко скучной, потому что когда я влюбляюсь в какие-то средства, я ну вот не могу от них оторваться, крем на все случаи жизни, на ночь, поверх ретинула и после ретинула, если же у меня не было этого крема под рукой, то я прошерстила все, что было в моих дорожных косметичках, что там не мешало бы закончить, потому что пользуешься, чем-то нравится, переключаешь на что-то, но у меня переключаешься на что-то, но у меня сейчас редко такое бывает, я в основном стабильно и в макияже, и в уходе, макияжа может не настолько, но что касается ухода, то однозначно, и вот тогда я взяла крем, который когда-то тоже очень сильно хвалила, и до сих пор люблю его, это La Roche-Posay Толериан, их линейка для чувствительной кожи, для тех, у кого аллергия, и это ночной крем, но я пользовалась им даже летом, днем и ночью, он легкий, он не жирный, но при этом он чудесно питает кожу, и я его не ощущала как пленку на лице, и вот если когда-то захочется что-то из аптечного, то это однозначно будет Толериан, мне вообще очень многое подходило от La Roche-Posay, именно из этой линейки, не забывал поры, и здесь классная упаковка, не нужно залезать в баночку, да, то есть сюда не поступает воздух, все очень так герметично, гигиенично, и главное, что подействует, это тоже хорошая вещь, очищающий бальзам, гидрофильный бальзам от Ideal Love, это я так понимаю бренд iHerb, он чуть дешевле, так как это собственный бренд iHerb, но он насколько я помню произведен в Корее, да, в Корее, и он работает точно так же, как и другие подобного рода средства, как Vanilla & Co, как какие там еще, Heimish, например, да, то есть это что-то по чуть более доступной цене, если купить еще с какой-то скидкой на iHerb, то вообще очень выгодно, его надолго хватает, он хорошо растворяет макияж, и кожа после него не как в жирном масле, то есть это именно гидрофильный бальзам, который после того, как добавляешь воду, превращается в эмульсию и хорошо смывается, если вам нравится что-то, что дает увлажнение, то есть два, которые отличаются от классических гидрофильных бальзамов, это Beauty of Chison, опять же, и I'm From, это два гидрофильных бальзама с дополнительными какими-то бонусами, да, а это просто классика жанра, но беспроигрышная, которая всегда хорошо работает, и он мне даже чуть больше нравился, например, Vanilla & Co. это тоже собственный бренд iHerb Prescript Skin, очищающая пенка для лица с пробиотиками, тоже как подобного рода корейские средства, но она такая, как сказать, нежная, она не очищает до скрипа, и мне показалось, что она быстрее закончилась, хоть здесь как будто что-то есть, но реально уже ничего не выдавливается, пенка не самая плотная по своей структуре, да, то есть она, этого достаточно для того, чтобы у Мэтсена бывают прям такие пенки, так пенки, знаете, а это просто нормальная пенка, но учитывая ее цену, как бы окей. Мой муж очень любил, он так долго сидел на очищающих пенках от бренда Estee Lauder, и потом он говорит, Оль, найди мне что-то подешевле, и я раз ему подсунула Benton, потом у него была вот эта пенка на Юль корейская, все они очень похожи друг на друга, это те средства, которые сильно очищают кожу, вот прям я потом провожу по своему лицу, я иногда беру что-то на пробу, чтобы понимать, что это такое, и у меня прям, знаете, рука не скользит, это не совсем для меня, то есть я люблю что-то такое чуть более бережно очищающее, но, например, когда мы были в Италии, у меня закончилась моя пенка для умывания, мне пришлось немножечко брать у него, и сейчас он использует, например, Benton в такой зеленой упаковке, все они одинаковые, стоят там в районе 8 долларов, и здесь очень большой формат, 150 миллилитров, и вы знаете, Benton зеленая, она чуть менее такая, по-моему, она с зеленым чаем, нужно посмотреть, если он не выбросил еще, потому что он использует это и покупает просто оптом, вот зеленая, она чуть менее такая до скрипа очищающая, иногда мне даже это нравилось, когда после загара ты в этой соли просто, у тебя три слоя SPF за целый день, и хочется хорошо очистить кожу, вот зеленая прям заходила, и вот это для суперсильного очищения кожи, она как тоже белая от, скажите, я скажу, от Heimish, у них есть очищающая, но это любимцы моего мужа, а для меня так, знаете, если придется, а вот зеленую Benton для глубокого очищения почему бы и нет, маска от бренда REN была у меня не единожды, это такая обновляющая маска, придающая сияние с гликолевой кислотой, с молочной, то есть она еще смягчает кожу, я ее обожала, она очень хорошо работала с закрытыми какими-то комедонами, при регулярном использовании они просто появлялись меньше и меньше и меньше вот, и вообще кожа наутро после нее такая как самовар наполированная классная очень гладкая такая и у нее интересный аромат, она как кремовая, гелевая, но немножко жирноватая, такая странная по текстуре, но работает она шикарно, единственное, что я сейчас не могу ее повторить, по единственной причине, она продается у нас на не на, а в сифоре, я покупала ее на лук фантастик, сейчас не знаю, есть ли там этот бренд и на йорби когда-то был, но сейчас вот у нас в сифоре представлена марка РЕН, я сейчас переключилась на ретинол помощнее, точнее это происходная витамина А, и у меня сейчас очень сильно очищается кожа, это нормальное явление, я стараюсь все это переждать и совсем не выходить на солнце, когда прям очень жарко и солнечно, и я не могу себе позволить использовать что-то с кислотами, об этом я расскажу чуть позже, что я там с собой вытворяю, крем под глаза, который я всегда вот так вот просто препарирую, потому что здесь еще есть остатки роскоши, я прям разрезаю баночку и выдавливаю все до последней капли, закончился у меня этот крем, и я пользуюсь другими, и вижу, насколько же он был прекрасен, тоже не один раз заказывала его, это Sunday Riley, он не всегда есть в продаже, он достаточно популярен, это крем с кофеином, и не помню, девочки, с чем, если честно, лютеином, но самое главное, что он делает, во-первых, днем он просыпаешься, ты припухший, ты наносишь его, и припухлости быстрее уходят, во-вторых, здесь есть немножко как бы перламутра, и ты сразу мгновенно выглядишь более свежей и отдохнувшей, синяки не так заметны, но самое классное то, что когда я им пользуюсь на регулярной основе, действительно, даже после того, как я его смываю, там, или вообще без косметики, у меня менее заметны синяки, есть только несколько кремов, после которых я вижу такой результат, я не могу вам гарантировать, что это сработает на для вас так же, но насколько же он хорош, плюс он классно увлажняет, и вообще правда, когда у тебя есть сравнение, что-то заканчивается, ты думаешь, ну нет, блин, дорого, возьму себе что-то другое, и потом ты убеждаешься, что он того стоил, и сейчас он снова недоступен в сифоре, может появится в наличии, я хотела бы его докупить, когда у меня был период прям очень большого количества воспалений на лице, я готова была купить все, что угодно от прыщей, и я потратила на это фортуну, и конечно же я купила точечное средство от бренда Мурат с салициловой кислотой, и с одной стороны это действительно работает, то есть все быстрее заживает, все быстрее как-то затягивается, подсушивается и так далее, но его нужно наносить в микроколичестве, и не дай бог ты попадешь где-то вот не на центр воспаления, а чуть-чуть вокруг все, у меня ожог, и в принципе то место, куда я его наносила, оно быстрее подсушивалось, но как же долго у меня после него постакне, с одной стороны работает, но моей коже это не совсем подходит, стоит очень дорого, это один из самых дорогих точечных гелей от прыщей, которые я покупала, и как-то оно еще выливалось, упаковка за такую цену, ну прям вообще обнять и плакать, у Эвелы даже лучше, простите, Мурат, я уверена, что у вас очень хорошие средства другие, но это как-то не совсем, несколько упаковок патчей от прыщей, и сейчас я вам покажу, какие мне нравятся больше всего, как-то долго это все копилось, в общем, смотрите, самое любимое это вот такие от Cosrx черные, нет, это одни из хороших, да, но самые работающие лично для меня это Somby.me, сейчас какой-то бум на них, весь тикток обклеен патчами, причем вот такими большими, и те, у кого акне, у кого прыщи, но, знаете, у меня прыщей как таковых не очень-то и много, они не часто бывают, у меня забитые поры именно, причем они очень глубоко, и чтобы достать вот такой шарик оттуда, да, мне приходится просто расковырять себе все лицо, потом вот такое покраснение, а если приклеить, например, такой патч на прыщ-прыщ, то он способен вытянуть все вот это вот, а в моем случае просто быстрее это затягивается, меньше заметно, и вот самые незаметные патчи, самые тоненькие, которые не бросаются в глаза, это тоже Somby.me, и причем они еще лучше всего держатся на коже, то есть приклеил даже на крем, например, они лучше фиксируются в течение там ночи, они не отпадают, от Cosrx неплохо, но они потолще, и вот у бренда Pixi тоже, они продавались в такой картонной упаковке, мне прислали, их там два вот такие блистера, и сам по себе патч большой, и толстый, то есть если его приклеят, то прям заметно на лице, и не то, чтобы они лучше всех вытягивали вот какие-то остатки, да, из ранки, и не знаю, у меня есть мои любимые, и мне, конечно, сложно себя убедить в чем-то, я пробую, да, я стараюсь найти что-то новое, потому что я веду блог, мне хочется поделиться, и вдруг это что-то, что тоже вам пригодится, и кого-то выручит, но вот Somby.me пока что никто не переплюнул, очень хорошая восстанавливающая маска от Миши, вот такая линейка Time Revolution, она из плотного материала, даже оставила, представляете, она лежит уже тут два месяца, она до сих пор влажная, плюс здесь такая как будто эмульсия, вот если переборщили с кислотами, с ретинолом, если сильная сухость дома, если вот этот перепад температур прям ощущается, на коже, то есть вышли мороз, так, у нас лето, но не забываем, что скоро как нагрянет осень, мало не покажется, для межсезонья это тоже что-то, что способно как бы поддержать кожу в хорошем состоянии, патчи под глаза я сейчас не так часто использую, не знаю, как-то, у меня есть мои любимые от Petit Fit, такие большие, увлажняющие, а вот такие, это скорее, знаете, когда есть деньги и хочется купить что-то для себя, вот такие, это Too Cool For School, они не гидрогелевые, плюс они большие, то есть они работают на большой поверхности сразу, и они пропитаны вот тоже такой, как бы, молочной эмульсией, такой, густоватенькой, да, ее там много, и это очень хорошо напитывает, прям область под глазами, спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца, и надеюсь, что вам было интересно и полезно, не забывайте поставить пальчик вверх, я сейчас очень ценю вашу поддержку, и я надеюсь, что мы с вами будем встречаться чаще и регулярнее, но я сейчас в основном сижу с детьми, занимаюсь какими-то домашними делами, вот такими рутинными, каждый день, как день суркадную, тоже, даже если мы ездим на пляж, то это приблизительно то же самое, и поэтому я немножечко сама уже соскучилась по косметозу, и по вам, и по видео, и сегодня вот уже буквально вечером у меня хоть есть время поболтать с вами о чем-то таком, ну и плюс, сегодня было действительно очень много прям хороших средств, которые мне, как виртуальной подруге, тоже хотелось бы посоветовать и вам, или отговорить от покупки чего-то, все, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.